Меня зовут Маскевич Степан, я буду у вас вести алгоритмы в раках курсов по технопарку. Алгоритм. Это формально описанная вещественная процедура, которая получает некоторый input и вдаёт некоторый output. Можно точно так же, пишет функция такая, она принимает какие-то входные параметры, возвращает какие-то выходные значения. Этот алгоритм определяет функцию, то есть отображение от входных параметров в выходные. Из некоторого множества x, из множества исходных данных, из некоторого множества y, множество значений. Вроде бы алгоритм от функции особо ничем не отличается. Функция тоже отображение некоторых элементов, множество x, множество y. Но алгоритм существенно отличается функцией тем, что в нём, кроме того, как именно он возвращает эти возвращаемые значения, у него ещё формально описана сама процедура, то именно как он это делает. Это основное отличие от функции. Это именно сама программа, сама процедура вычистительная. Структура данных. Структура данных — это какая-то программная единица, обладающая некоторыми типичными операциями, позволяющая хранить, обрабатывать множество однотипных связанных данных. Соединенные структуры данных, а элементарные структуры данных у нас будут в следующий раз. Сегодня настолько массивно будет. Какие бывают типичные операции? Уваление данных, изменение данных, удаление, поиск. Поиски всякие разные бывают. Поиск данных конкретных, в которых вам понадобятся. Есть это контейнер минимум, максимум, значение на отрезке каких-то функций. Алгоритмы с массивами. А, значит, дальше уже сейчас начинается обзор алгоритмов, структур данных. Сейчас я буду немножко рассказывать, какие принципы бывают в области алгоритмов, какие изучаются. Вот есть, кстати, такой ресурс вики-конспект. Кто знает, кто такой вики-конспект? Кто видел этот ресурс? Видел, но я не знаю, что это. Видели? Ну, кто-то заходил, читал что-нибудь там. Да, конечно. Ну, как видели, ну, не знаете. Ну, я просто вводим в определение специфическое. Нет, просто есть такой ресурс. Да, хорошо. Один-два человека знают в ролике. Три. Хорошо. Там дальше будет ссылка на эти вики-конспекты. Я рекомендую походить, посмотреть, какие бывают алгоритмы. Очень хороший ресурс. У нас есть в Питере два хороших университета. Питерский университет и Институт теоретической механики ОПЧИКИ. Вот в ЭКМО, в автором, оттуда выходят программисты, которые побеждают на Всемирной Алимпиаде ICM. Ребята оттуда. Там просто есть такой руководитель, Андрей Станкевич. Он очень хорошую компьютерную школу организовал, компьютер-сайенс. И вот они все свои лекции, все свои материалы, они выкладывали в такую вики специальную, развернутую у них. И они пополняют, исполняют, вырос такой ресурс большой, вики конспекты. Он больше различного, такого полного ресурса. Я не знаю, в коробе они гораздо меньше написано. Так, какие бывают алгоритмы? Ну, вот самое простое. Можно что-то делать с массивом. Что можно делать? Можно обращаться к элементам по индексу. Это операция за константное время. Можно изменять элементы. Можно последовательно искать элементы в массиве. Можно бинарно искать элементы в массиве, если массив попорядочен. То есть разные поиски. Здесь возникает вопрос скорости работы. Вот этот вопрос чуть дальше. Мы его коснемся и формализуем. Массив можно сортировать. Стандартные операции и сортировке уделяется много внимания. Потому что они бывают разные. Они работают за разное время. Бывают, которые работают всегда хорошо. Бывают те, которые в худшем-худшем работают плохо, а в среднем хорошо. Например, как в квик-сорт. Бывают сортировки, которые используют информацию о данных сортируемых. Например, по разрядной сортировке. Пирамидальная сортировка – это и сортировка слиянием, это пионер сортировки, которая работает за от n логарифм n по времени. И в худшем, и в лучшем, и в любом случае. Но быстрая сортировка по-прежнему все равно используется, потому что она в среднем работает лучше на порядке константных. Еще есть такая сортировка TeamSort. Я ее сюда не вписал. Эта сортировка была изобретена в 2002 году. И сейчас она изобретена Тимом Петерсом. И эта сортировка, она по качеству лучше, чем все остальные. И уже сейчас используется в питоне. То есть она есть, по-моему, еще в Java. На самом деле не знаю точно, как она там называется. Но в последние фрейворки она входит уже. Эта сортировка, она является гибридной. То есть она использует несколько идей из всех этих логарифмов. Не из всех, а вот из сортировки слиянием и сортировки вставками. Она гибрид вот этих двух сортировок. Вставками хоть и квадратичная сортировка, но на маленьких массивах работает очень эффективно. И сортировка вставками в лучшем случае, когда массив у порядка тоже работает хорошо. И вот когда, если сортировку вставками применять к упорядоченному массиву, к возрастающему, то она работает зимней на время. В отличие от quicksort, который, если неправильно выбирать опорный элемент, он может работать долго. Базовая структура данных. Вот динамический массив мы рассмотрим. Списки, стеки, очереди, дек, квадратичная куча, очередь с приоритетом. Есть и другие структуры данных. Есть, например, набор непересекающихся множеств, можно хранить. Есть отдельный раздел по графам. А, он дальше будет. Графы и всякие структуры данных для хранения и индексирования строк. А, вот пример структуры данных дерева. Двоичное дерево. Можно с деревом что делать? Дерев куча, кстати, тоже является деревом. Мы об этом поговорим на следующей лекции. Вот можно рассмотреть такую структуру данных. Неважно, как она в памяти представляется. Но есть узел дерева, у него есть дочерние узлы. Оно рисуется сверху, вниз сверху обычный корень рисует. И вот на основе этой структуры данных хорошо реализуются деревья поиска. То есть такие контейнеры, которые позволяют за быстрое время давлять элемент в контейнер, искать элемент в контейнере и удалять элемент из контейнера. Это деревья поиска. Такие операции позволяют делать. Все эти операции работают за логарифмическое время от количества элементов. Если у вас в контейнере n элементов, то дерево поиска, сбалансированное дерево поиска, оно позволяет выполнять все операции добавления и удаления поиска за от логарифм n. Примеры такие сбалансированных деревьев. Декарта, ВАЛ, и красно-черная. Мы их будем разбирать, кроме красно-черных. И вот есть еще и другие деревья. Вот, но вот это самый популярный. АТД, то есть написано, абстрактный тип данных. Это просто ассоциативный массив. Ну, мы на следующий раз разберем разницу, чем отличаются абстрактные типы данных от структуры данных. Структура данных – это все-таки какое-то более-менее конкретное представление. Они имеют конкретное представление, а абстрактный тип данных. Это то, что в неком смысле структура данных, только имеющая набор операций. То есть это как интерфейс. Список операций. Мап, например, ассоциативный массив, может быть реализован с помощью дерева поиска. И STD-мап, и STD-сет, они реализованы как раз с помощью красно-черных деревьев. Стандартная библиотека сейфа используется. Так, еще есть структура данных дерева отрезков, которая позволяет быстро выполнять операции поиска или вычисления некоторых функций, если у вас есть массив. Например, требуется вычислять сумму всех элементов на каком-то диапазоне, на каком-то отрезке. Чтобы не проходить с пищевым отрезком и каждый раз не вычислять, если таких требований нужно вычислять часто, сумму элементов на отрезке, то тут можно построить специальную структуру данных с деревоотрезком, которая позволит быстро вычислять сумму на всех отрезках данного массива. Есть еще структура данных B-дерева. Это дерево, в котором в каждом узле много-много-много дочерних, оно не глубокое и предназначено для хранения больших массивов данных на диске. Мы очень эффективны для этого, потому что дисковые операции, они сами по себе устроены немножко по-другому, в отличие от работы с памятью, они, если требуется сочетать с диска, то вычитывается огромный кусок вначале, записывается в память, и кэшируется в памяти, маферизуется. Поэтому структура данных B-дерева пользуется этим и хранит куски листов, куски узлов деревьев в таких вот больших массивах, которые потом сбрасываются на диск. хэширование – это вот хэштаблицы. В хэштаблице используется хэширование, то есть вычисление хэш-функций. Есть различные вычисления хэш-функций, есть криптографические хэш-функции. Можно считать хэш-функции чего угодно, если написать алгоритм. То есть хэш-функция – это просто это выражение некоторого элемента в какое-то число. Это просто вычисление хэш-значений числа по каким-то данным. Это может быть файл, это может быть строка, это может быть число, если вам нужно вычислять хэш-функции от целых чисел, просто чтобы значение хэш-функции принимало некоторый диапазон. И вот нам нужно как-то это делать, там возникают коллизии, для разных чисел может быть одно и то же значение хэш-функции получится. Но если у вас хэш-функция хорошо перемешивает значения, то такую хэш-функцию хорошо бы использовать, ну просто хэш-функция используется в хэш-таблице, но в хэш-таблице важно подобрать правильную хэш-функцию, чтобы она хорошо перемешивала значения и не выдавала одинаковые значения для различных элементов похожих и которые могут встречаться одновременно. Вот есть такой парадокс, если у вас есть сколько, по-моему, 25 человек, если взять, или даже меньше, то с вероятностью 1 и 2 в день рождения обязательно найдется хотя бы 2, в которых день рождения в один день. это хэш-функции. Значение в день рождения бывает. Это можно представить как целое число от 0 до 365 или 364, нет, 5, если считать, если высоко с ними, и если взять 25 среднестатистических каких-то равномно сгенерированных людей, но не посчитать вот это значение хэш-функции, то с вероятностью 1 и 2 у двух людей эти значения хэш-функции совпадут. То есть коллизии все равно случаются, и вот структура хэш-таблицы призвано эти коллизии каким-то образом разрешать. Что делать? А если у вас два попали в одно, два элемента, имеет одно и то же хэш-значение. Ну вот, простой пример делать с помощью метода цыплочек хэш-таблицы. Либо там еще у нас нет открытой адресации, которую как раз мы попросим вас реализовать как задача на семинаре. Есть огромная такая подтема в алгоритмах это алгоритмы на граф. Вот есть различные... Можно по-разному обходить графы, цинадные входы в серебро в глубину. Можно отсорцировать граф так, чтобы все ребра вели от вершины с меньшим номером к вершине с большим номером, если этот граф не содержит циклов. Есть алгоритмы, которые это делают. Это с помощью обхода в глубину. Бывают разные алгоритмы. Можно взять в графе поискать сильно связанные компоненты. То есть такие компоненты, из которых любая вершина графа внутри компонента достижима из любой другой. Это называется сильно связанные компоненты. Можно просто сначала разбить граф на связанные компоненты, которые не связаны друг с другом. можно разбить насильно связанные единственным образом. То есть тоже алгоритмы, которые это делают. Можно искать кратчайшие пути между вершинами. Можно искать кратчайшие пути с учетом весов, которые на ребрах поставлены. Например, это можно карта дорог в Яндекс. Яндекс.Макс. Он строит путь из одной точки в другую. Он берет, кликаете на одном месте, на одной точке карты, он знает какой там под картой на самом деле грамм дорог, он знает какой вес на каждой дороге и просто ищет кратчайший путь. С одной точки в другую. Конечно, он там учитывает наверняка, точнее, я, конечно, не знаю, этот паблик не писал, наверняка он пытается учесть, там должно быть меньше количества поворотов, а может больше. И в зависимости от текущей скорости без каждого ребра будет другой, если там копки учитываются. Такой динамический получается граф, по которому можно пересчитывать. Но это интересная задача. Когда граф очень большой, это может быть алгоритмически сложно такие задачи решать. И есть различные юристики, как найти кратчайший путь, не рассматривая весь граф. Простой алгоритм dx, может быть, этого не решит, а вот а со звездой допустит, то можете решить. Я пробовал как-то поиграться с Яндекс Мапс, и попробовал построить маршруты из точек, которые не в одном городе находятся, а между разными городами. Попробовал построить маршрут из Кравлево, где я живу, построить маршрут в Африку. Построил все-таки. Но не для всех. То есть для Владивостока он тоже строит, но до некоторых, до Америки, конечно, не строят. Не дайдем. Я пытался найти максимально длинный маршрут, который он может в принципе построить. У меня получилось что-то порядка 18 тысяч километров. И меня удивляло насколько быстро он это делает. То есть я ставил одну точку, ставил другую, а он же это рассчитывает не локально на клиенте, не на машине, где запущен сайт, не в браузере. Он, конечно, рассчитывает это на сервере. Но на сервере это работало очень быстро. Хотя такие длинные расстояния, кажется, но все равно очень привыкли. Что еще бывает на графе? На графе можно поиск поиск Эйлерового пути и Гамильтонового пути. Это две стандартных задачи. Эйлеровая задача это если у вас есть граф, вот пример графа, это есть город Кенигсберг, который жил Эйлер, Нижний Калининград и есть речка. Не знаю, как речка называется, в нее есть мосты. Мосты назначены А, Б, С, Д, Е, В, Ж. И по этим мостам можно ходить и задача пройти по всем мостам один раз и вернуться в одну исходную точку или не возвращаться с исходной точки. Есть два различных формировки, пройти по циклу и вернуться в исходную точку, пройдя по каждому мосту ровно один раз или не возвращаться. Но ни то, ни другое в Кенигсберге в том, старом, сделать нельзя. И это доказывается, достаточно простая теорема есть, что если у вас узлы графа, если они все, можно почитать в каждом узле графа, сколько из него ребер исходит. если в нем нечетное число ребер, то понятно, что по одному ребру должны войти, и по другому выйти. По какому-то войти и выйти. Если мы в этом узле проходим мимо, значит мы тратим два ребра. Поэтому если это ребро, к которому нет ни начала, ни конца, значит в нем должно быть четное количество ребер. А если в нем нечетное количество ребер, значит мы должны в этом узле начинать свой поход или заканчивать. Поэтому должно быть не больше двух, либо два, либо ноль узлов, в котором нечётное количество исходящих ребер. Ну вот здесь все четыре вершины графа, все они нечётные, поэтому сделать это нельзя, ни по циклу, ни просто путь какой-то построить. Это Эллиова задача. Но даже если все вершины чётные, если все вершины графы чётные, то всё равно нужно какой-то алгоритм, а как именно пройти? Такие алгоритмы есть, они, кстати, не очень сложные. Похожая задача, только здесь вот находили, надо было обойти все орёка, но похожая есть задача Гамильтонова. Нужно обойти весь граф, но пойдя не по каждому ребру ровно один раз, а по каждой вершине ровно один раз. Это как задача Камильтонова и Жора, только задача Камильтонова и Жора нужно пройти по всем городам и обойти все города и ещё вернуться назад. Хотя бывают разные формулировки, но чаще такая случается, что всё-таки нужно обойти, а потом ещё куда-то вернуться в исходную точку. И обойти это по минимальному пути. То есть, если у вас на каждом ребре ещё указано, какой у него путь, то нужно, чтобы суммарная длина была минимальна. Эта задача nb сложная, то есть она не решается за полиномиальное время. Она не решается за время, пропорциональное многочлену от n. Она решается только за экспоненциальное время. с полным перебором. То есть, с полным перебором всех путей это можно найти, конечно. Но это работает долго. И для больших значений, там больше 10-ти, конечно, для таких графов найти наилучший путь Камильтонова невозможно. До сих пор нет реальных алгоритмов. Как это можно сделать за полинальное время? Вообще, задача о том, что есть отдельный класс алгоритмов, которые решаются за полиномиальное время, b, есть np. И вот есть специальные математические теоремы, которые доказывают, что некоторый алгоритм принадлежит np-классу. На самом деле, np – это не просто не решается за полиномиальное, это просто некоторый класс алгоритмов и квалентных между собой. Но считается, что их нельзя решить за полиномиальное время. Если бы можно было, тогда мы сейчас все криптозащиты сейчас уже все пламали. Что еще можно сделать в графе? Можно построить минимальное дерево в графе. То есть в графе много ребер, а нужно отбросить все ребра так, чтобы граф остался связанным, в нем не будет циклов, значит, он будет деревом. И задача найти такое дерево минимального веса. Вот такие задачи встречаются. Вычтеть максимальный поток в сети. Если у вас есть набор, если у вас есть трубопроводы или электросеть, то вычтеть, и вы знаете в каждом трубопроводе или на каждом проводе какое у него сопротивление или какая у него способность, вычтеть максимальный поток в сети. Есть пачка алгоритмов для этого. С этим связана задача нахождение наибольшего квартасочетания в дальнем графе. Ну и вот еще тоже известная задача – вычтеть хроматическое число графа. Если у вас есть граф, то хочется… Бывает такая задача. Например, граф – это карта мира. У вас есть страны, которые граничат между собой. Давайте страны обозначать вершинами. Кажется, страна – это вершина. И ребро есть тогда, когда между двумя вершинами есть граница. И раскрасить карту… Есть очень известная задача. Можно ли раскрасить карту в пять цветов? Можно ли раскрасить всю карту мира в четыре цвета? В пять – можно. В четыре – вроде как тоже можно. А в три? Чтобы развивать цветами. Цвет… Ну, страну как нарисовать, каким цветом? Раскрасить синий. Раскрасить синий. Да. Карту мира раскрасить требуется так, чтобы никакие две страны не были одного цвета покрашены. Тогда страны обозначают как вершины, делают вершинами, а ребро ставят между ними туда, когда между ними есть граница. Если есть граница, то значит, ребра должны… Значит, если есть ребре, значит вершины должны быть покрашены в разные цвета. И вот найти максимальное количество таких… Минимальное количество цветов, которые можно покрасить граф. Граф можно рассмотреть планарный просто на плоскости. В случае Земли это так, потому что каждый материк можно положить на плоскость. А если бы у нас не было океана, или… Если бы у нас не было океана, то был бы граф на сфере. Это другая задача. Планарный граф на сфере. Для него будет другой ответ. Есть еще пачка алгоритмов со строками. Что можно делать? Можно искать одну строку в другой. Если у вас есть текстовый редактор, вы хотите открыть большой текст, поискать в некоторую строку. Если у вас строка несколько раз повторяется внутри себя, если есть общие похожие части, алибаба, разбойник, у него есть просто поискать, а потом сдвинуться… Можно поискать за время пропорциональное и времени, и длине строки, и длине текста, и длине исходной строки, умноженной. Это будет долго. Но есть специальный алгоритм, который делает это за линейное время. За время, которое равно длине строки, плюс длине текста исходной, в котором ищется. Это алгоритм, как будто ворси-практоре. Есть еще алгоритм автораси, который позволяет похожей задаче решать до нескольких строк. Если у вас несколько шаблонов есть… Это задача антивируса. У вас есть много-много разных вирусов, вы их все знаете, как они устроены. И каждый вирус характеризуется какой-то строчкой избит из 0-х единичек. Если вы в файле найдете такую последовательность из 0-х единичек, значит, ваш алгоритм завирусован, так считает антивирус. Он что делает? У него есть огромная база таких последовательностей для каждого вируса. Он знает, какому вирусу какая строчка из 0-х единичек соответствует, и ищет в ваших файлах такие подстрочки. Если он находит, говорит, что у вас файл завирусован. Точнее, возможно завирусован, давайте мы положим его в карантин. Вот алгоритм автораси как раз позволяет это сделать быстро. Он позволяет это сделать за время пропорционально только длине текста плюс сумме длин всех шаблонов. Сумма длин всех шаблонов – это заранее строится специальный автомат автораси. И поэтому к этому автомату на вход подается текст, который, когда съедается, все шаблоны, которые есть в этом автомате, практически будут найдены. Есть еще задача индексирования текста. Если у вас есть большое количество текстов и хочется поискать в них, то можно их организовать в некоторую специальную структуру данных, в которой поиск выполнялся бы гораздо быстрее, чем если бы вы просмотрели все эти тексты последовательно. Или не тексты, а просто слова. Или вы знаете, что… или просто ищите именно конкретные слова, в эти слова можно сложить в бор и в каждом узле бора указать, в каких координатах, текстах данное слово встречается. Бор можно делать эффективно, можно построить суффиксный массив, суффиксное дерево, суффиксные автоматы. И тогда поиск будет вообще быстрее. То есть пропорционально длине запроса. Если вы ищете слова в тексте, можно эти слова организовать с помощью суффиксного дерева или собственного автомата так, что когда вам нужно найти конкретное слово, время поиска будет пропорционально длине слова, которое вы ищете, а не пропорционально длине текста, который хранятся в этом специальной структуре там. Дерево или суффиксного автомата. Ну вот, всякие регулярные выражения тоже к этому можно внести. Впечатление редакторского расстояния между строками. Тоже полезный алгоритм, когда у вас есть два похожих файла, тоже сравните, одинаковая линия или нет. Или один студент списал программу у другого, а нам не хочется долго разбираться, кто у кого списал, или вообще есть какие-то списывания. Нужно проверить каждого с каждым, и все это сложное. И можно запустить специальную программу, которая сверит, похожий ли программа, похожий ли текст или нет. Уровень похожести штрафования за те или иные изменения можно делать по-разному. Стандартное расстояние Леменштейна есть такое, которое изменяет редакторское расстояние. то есть если у вас заменили одну букву, то минус один балл. Если у вас добавили букву, то минус один балл, если удалили букву, то тоже минус один балл. То есть по одному баллу за каждое такой промах — либо замену, либо удаление, либо добавление. И так можно посчитать расстояние между другими, то есть близость между двумя строчками. Что еще бывает? Вот мы заканчиваем обзор алгоритмов. Просто хотел немножко еще сказать, вкивать тему. Бывает вычислительные геометрии алгоритмов для поиска выпуклых оболочек в двумерном, трехмерном пространстве, для построения различных преангуляций, диаграмм, диаграмм Воронова, всякие поисковые задачи в геометрии. Есть теория игр. Не за написанием, а теория игр. Вот если у вас есть какие-то парные игры, когда один человек играет в другим, в шашки, в шахматы или в кучки камней. Есть различные теории, как построение проигрышной, выигрышной стратегии. И для детерминированных равноправных игр, парных, есть конечная, полностью построенная теория в правил гранди, которые по графу игры, то есть если есть состояние игры, и каждый их правит переходить по любому ребру. Из одного, все ребра направлены в графе. Каждое состояние переходить из одной вершины в другую. По такому графу. И известно, где проигрышные вершины, где выигрышные. Остальные неизвестно. Можно построить весь набор проигрышных и выигрышных. Полностью определить игру. А если в этом графе есть циклы, то бывает еще и такая игра может оказаться бесконечной. И вот эта теория Шпрай и Гранди, она все такие игры классифицирует полностью, которые на графах. Она имеет их считать. Оказывается, что все такие игры конечные, в которых нет бесконечности, они все эквивалентны игры в камушке, в камушке ним. Когда у вас есть набор камней, несколько кучек камней, им нужно по очереди забирать камни. Кто последний заберет, кто проиграл или новорок проиграл. Есть различные алгоритмы с матрицами. Перемножение матриц, обращение. Есть много разных алгоритмов сжатия и, конечно же, решений уравнений. Это, имею в виду, здесь решений уравнений. В том числе и дифференциальных уравнений с помощью... Выделывает голову, не вспомню сейчас. Численных метров. Ну да, численных метров. Ну да, численных метров. Литература, которую я рекомендую. Это, конечно, Форман, алгоритмы построения и анализ. И вот мне понравилась в книжке Шейджер, какая хорошо описанная сортировка. У него есть часть 1.4, есть у него еще пятая часть. Но вот часть 1.4, в ней очень подробно все эти алгоритмы описаны. И особенно очень хорошо разобраны сортировки. Прямо целые исследования, особенно про разрядные сортировки. Я когда читал, я думал, как так много... Такая вроде бы несложная тема очень подробно разобрана на большое количество страниц. Есть еще книжка Шейджер и вот три конспекта, потому что я предлагал посмотреть. Анализ алгоритмов. Как мы будем работать с алгоритмами? Мы будем их оценивать обязательно. А эффективность алгоритма определяется следующими характеристиками. Возможно, может определяться. Может, конечно же, определяется временем работы, объемом дополнительных использования памяти. И может использоваться другие характеристики. Например, количество каких-нибудь конкретных операций. Например, с диском. Дисковые операции обычно долгие. Если взять диск, посмотреть на него... Кто-нибудь туда-нибудь разбирал диск? Жёсткий. Жёсткий, да? Видели? Там несколько блинов обычно. И вот вот видная головка на держателе, она на самом деле очень быстро двигается. Если его открыть и запустить, включить и открыть, она там дергается очень быстро. Очень интересно. Можно на двигатель посмотреть. Очень интересное заявление. Движение этой головки настолько быстрое, что на хороших дисках время произвольного доступа, то есть перепрыгивание головки, занимает примерно 2,5 секунды. На серверных дисках может быть даже еще меньше, до 1 миллисекунды. То есть тысяча таких движений за 1 секунду. Но все равно это очень много для того, чтобы считать данные. Если у вас файл раскидан, если у вас файл записан равномерно, то там равномерное считывание, последовательное считывание с диска, который быстро-быстро крутится, для него это бывает 100 миллилабайт в секунду и даже больше. А вот когда случайный доступ, произвольный доступ, то если у вас диск сильно фрагментирован, то он будет гораздо медленнее, в тысячу раз меньше. Поэтому бывает полезно считать, если у вас алгоритм, например, внешней сортировки, бывает полезно посчитать количество вращений к диску, причем разного типа, последовательных и произвольных. Часто случается так, что исходные данные интересуются какими-то... есть какие-то характеристики этих данных. Но чаще всего это какой-то размер исходных данных. Если у вас будем отсчивать сортировки, то это размер массива, m. Время работы будем назначать функции t от n, объем дополнительной памяти m от n. Если у вас задача сортировки массива, то время будет зависеть от n, от размера массива. Но исходные данные могут сортироваться и различными числами. Если у вас матрица m на k, то время работы может зависеть как от ширины, так и от высоты матрицы. Поэтому вот... Или вот, например, задача поиска всех вхождений строки шаблона t в строку s. Исходная строка ищется с шаблона k в строке длины m. Очевидно, что алгоритм будет зависеть как от n, так и от k. Поэтому у нас будет функция времени от двух переменцев. И нам важно понять, как эти функции ведут себя при увеличении n или k, если у нас есть зависимость от k. При увеличении... При степлении бесконечности. По большое у вас, наверное, было. Вот мы вводим такие понятия. По большое, тета и омега. Это... Это классы функций. Не надо думать, что это сама одна функция такая. Это не... Если написать тета от g от n, от некоторых функций, или тета от n, где g послелинейная функция, то это не функция конкретная, это класс функций, набор функций. И можно сказать, что некоторая функция f от n принадлежит этому классу, т от g от n, если на бесконечности она себя ведет таким образом. Точнее, если существуют положительные константы, с 1, с 2, и n 0, так и что? Для любых n больше n 0 выполняется вот эта равенство. Давайте я его проиллюстрирую на картинке. Так. Пусть у вас есть некоторая функция f от n. Давайте я как-нибудь себе так унесу. f от n. Если верно, что она... Вот она как-то вот какой-то синус плюс x, она может... Синус плюс x, например, функция, она вполне ограничивается двумя линейными функциями при больших значениях плюс x. Можно найти две такие константы c1, раз если скажем, что эта функция f от n равняется ку большое от n. g в данном случае, g от x равняется x. Давайте так, запишем, что g от n равняется o от n. Вот что хочется сказать, что... начиная с... Существуют такие-то константы c1, c2, c1, x и c2, x. А не x, а правильно писать c1 умножить на g от x. Или же от n. У нас от n зависит. g от n. И c2 умножить на g от n. Такие, что... у некоторого n0, ну какого n0? Ну вот, например, сетом n0. Ну или сетом тот же. Здесь какое-то n0. Можно ли его и дальше взять, неважно. Функция f от n решит диапазон между c2, g от n и c1, g от n. Такой вопрос. Верали, что f от единицы до n принадлежит классу от n. А, да, сейчас я не до конца сказал. От n. Это когда только сверху ограничиваем. Это требует, когда мы хотим догадать, что некоторая функция, когда говорят, что некоторая функция ограничивается сверху функции g от n. С какой-то константы. Начинается с колода от n. А омега от n, это когда ограничение снизу. Омега от g от n. Вот верность, что f от 1 n принадлежит классу от n? Ну, скорее всего, нет, потому что она находится в бесконечности. Где? Ну, она симпатически приближается как к оси y, так и к оси x. Наверное, существует только что-то, что существует такое n0, начиная с которого 1 поделить на n меньше, чем n. Верно. Мне кажется, 0. Верно, да. Ну, давайте сейчас нарисуем еще одну картинку. начиная с некоторого n0, n больше n0, 1 поделить на n, ограничивается некоторая константа умножить на n. Да, конечно, ограничивается. Что же мы можем сказать, да? Это 1 nt, а это n. Ну, даже начиная с n равного 1, это вверх. Нет, хорошо, двойки. Для c равного 1. Существует такое c и такое n0, 4 и n0, больше что? Да, существует. Мы, кажется, c можем взять единицу, в качестве c равного 1, можно взять 2. Такие... И начиная с этой двойки, единицы на них будут меньше, чем n. Точно так же... А, ну, такой вопрос. Верно ли что? n sin n... Вот, кстати, я здесь написал принадлежит классу O большое, а можно точно так же писать вместо принадлежит, обычно просто пишут t от n равно g. run note это или O большое. Это равенство означает, что просто мы так записали, потому что нам так больше нравится. И все. На самом деле, это означает, что это t от n принадлежит классу функции. Нельзя написать, что функция равняется классу. Нельзя написать, что функция равняется множеству. t это O большое и O мне говорят множество. Нельзя написать, что некоторые функции равняются множество. Нет, просто имейте в виду, что эта функция принадлежит этому множеству. Это просто такое анотация. У малое, у большое — это всё на анотоне будет. А просто алгоритм сейчас ещё использует, кроме у большого и у малого, который на анотоне, ещё использует омегу и тету. Омега для оценки алгоритма работал алгоритм снизу, а тету — для того, чтобы сказать, что ни больше, ни меньше. Именно эта функция имеет как будто бы пропорциональность с точностью этой константы, начиная с некоторого n0. Но вот верно ли, что n sin n равняется тета от n? Да, верно ли. Только что же без n? У тебя не будет такой процент, какая станет? У тебя не будет. А, без n, верно ли? Да. Это правда. Кто думает, что верно? А кто думает, что не верно? Пять, шесть. Ну вот вы правы. Дело в том, что тета очень похоже на о, но она не о. А на себя n sin n ограничивается сверху, а снизу не ограничивается. Потому что n sin n — это такая функция. константы. Потому что не существует такой константы. Ну даже можно модуль взять, да? Это все равно не поможет. вот такие вот прыжки. Ой. Должно быть все выше и выше. Вот. Такая функция n sin n по модулю, она часто все равно принимает нули. Ну не нули, а сколько угодно близкие к началу координат. Кстати, это требует доказательств. Как доказать, что n sin n существует сколько угодно? Ну мне кажется, это не тривиально. Потому что если у нас было x, то что нам нужно для непрерывного диапазона чисел сделать, то это верно, конечно. Потому что x sin x принимает нулевые значения сколько угодно далеко. А вот n sin n у вас не принимает, потому что она принимает какие-то конкретные значения в точках. В точке n sin 1, там 2 sin 2, 3 sin 3. Конечно же, среди sin n, среди значений sin n найдется сколько угодно много значений, сколько угодно близких к нулю. Но эти значения могут находиться только далеко, что при умножении на само значение n, они будут больше, чем... могут быть больше, чем некоторое число, или даже некоторое число умноженное на n. А, нет, 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 нет. А при этом равном нулю уже все. Положительный конструктор. Нам надо доказать, что не существует такого n0, начиная с которого эта функция будет ограничиться двумя значениями. Здесь, на самом деле, надо проверить. То есть взять только натуральные функции, в которых попадает эта функция, потому что n у нас натуральные. Как доказать, что вот эти вот точки, они не будут ограничены двумя прямыми, все-таки это легко доказать. Зря я такой пример. Сейчас повел, иначе не нужно. Давайте попробуем. n-n это... Нам надо доказать, что не существует такой констанции c, n-n по модулю, меньше, чем c2 на n. То есть не существует такой констанции c2, что это выполняется. Что это выполняется? Точнее, номер 1. Да, не существует, что вот это выполняется. То есть мы хотим это опровергнуть. А это верно из-за того, что среди натуральных чисел найдется хотя бы одно, синус которого будет просто меньше, чем c2. Если синус некоторого n меньше, чем c2, то это будет опровергнуть. Надо находить такие регулярные. То есть начиная с любого n0 найдется натуральное число, которое больше, чем n0, что синус n будет меньше, чем c2. Это верно. Любая положительная констанция c2. Это верно? Почему это верно? Все-таки, если она умирает, и ничего не умирает, то это не умирает, то все констанция c2. У нас же не умирает структуры определения. Неважно. Нам надо найти такой n, что синус n меньше чем c2. Для любого. Для каждого. Надо доказать, что для любого n0. Нам надо доказать обратно. Все значит, это обратно доказать. Надо развернуть все кванты, все кванты в обратную сторону. Если бы его существует, то нам надо доказать, что для любого n0 и для любого c2 верно обратное. Существует такое n, что для любого, теперь существует больше 0. Такое, что верно обратное. А именно, что нам надо синус n меньше, чем c2. Ну, это верно. Надо просто доказывать. Почему такое n существует, что синус n меньше чем c2. У нас лекция по алгоритму. А, ну вот, как можно доказать. Синус, это на самом деле что такое? В общем, синус равняется 0 в каких значениях pn. А p у нас число ненатуральное, так что, в принципе, 0 не будет равняться ни при каком-то. Да. Почему он будет равномерно заполнять любой отрезочек? Ну, или почему он найдется в каждом отрезочке? Наверное, найдется значение, найдется n, для которого найдется хотя бы один синус n. Нам нужно доказать, что для такого отрезочка c2, 0 это c2, для любого c2 существуют здесь какие-то значения синус n, на них правильные числа. Ну, это так, потому что... по закону важных членов. Можно? Да. В такой ситуации нам нужно это утверждать, потому что мы все равно можем утверждать, ну, в реальности какие-то причины до какой-то точности. Потому что синус 22 это минус 8 на 10 минус 3. И если мы будем только два знака после запятой, то 22 это вполне будет 0. Ну, нам надо для любой констанции c2 это предназать. А если нам будет одна миллионная, то нам нужно для нее тоже найти такой синус n. Чтобы доказать, что... Ну, мы просто хотим формально доказать, что n синус n не ограничит ни какой функции c2 от n. Надо доказать. Это... Это действительно связано с тем, что n и p... Как сказать? И трансцендент числен. Ну, что... И трансцендент числен. То, что... И трансцендент числен. И не иррациональный. Просто p это иррациональный числен. Да, и натуральный. Не... Не... Не квантуется. Давайте не будем сейчас заниматься. Все, на свое время. А, отлично. Давайте дальше пойдем. Или нет. Давайте вот сейчас перерыв устроим, чтобы у нас было так вот. Час, перерыв, час, перерыв. Час, перерыв. Значит, обсудили, что такое O, T и O. T это ограничение сверху и снизу. O, T это ограничение сверху, ограничение сверху. Комплектной функцией. O, T это ограничение сверху. Какие есть примеры? Примеры. T, T, T равняется T, T. Это линейное время. Время T. Значит, у нас договорились обозначать время работы алгоритма. Если оно равно T, T, N, то говорят, что функция или алгоритм работает за линейное время или за линейное. У Олимпиады такое зарплоне есть. Или за квадрат, если T, T, N, квадрат. Может быть, не взять вот T, просто O, если доказать, что она ограничена снизу тоже N, то есть T квадратом, ведь иногда не получится. Вариант просто O – это квадрат. Часто встречается логарифмическое время работы. У нас T как раз встретится. Будем сегодня обсуждать логарифм возведения в степень за логарифм, за O-логарифм. Как одно число взвести натуральную степень за логарифм. Или не взять не число. Может быть, это может быть матрица. Для матриц матрица перенажать бывает сложно. И чтобы развести матрицу в степень, не нужно ее N раз перенажать саму на себя. Можно сделать более эффективно. Есть время… Часто встречается N лог N, особенно в сортировках. Для сортировок – это вообще просто нижнее время. Быстрее, если у вас есть объекты, которые нужно сортировать с помощью операции сравнения, быстрее, чем за O-лог N сделать нельзя. Но бывают экспоненциальные алгоритмы. Это полные переборы всевозможные. Это есть и N. И E. Но неважно. Пример. Давайте обсудим простой алгоритм нахождение N на Вячеслава Фибоначчи. Что такое число Фибоначчи? Оно регулянтно назовется кончик регулянтной формулой. N на Вячеслава Фибоначчи – это сумма двух предыдущих – N-1, N-2 числа Фибоначчи. Здесь считается количество листиков у тысячелистника. Можно было бы посмотреть, сколько здесь веток, но оно было бы N-1 число Фибоначчи. То есть, если это нулевой, то здесь на нулевом уровне одно число Фибоначчи, на втором уровне одно, один листик, на втором уровне два листика, на третьем уровне три листика, на четвертом уже пять. Ну и даже один. А вот, кстати, здесь на самом деле… А, здесь просто в самом верху указано не количество листиков, а количество цветочков. Там в предыдущих листках не было разделения, поэтому их столько же, сколько веточек было там, где были листики. Неважно. Алгоритм можно выяснить следующим образом. Чтобы вычислить N-1 числа Фибоначчи, можно вызвать функцию вычисления Fибоначчи от N-1 на N-2 и сложить. Если вызываем 0 от 1, то возвращаем единичку. Это вот такой рекурсивный алгоритм. Можно написать нерекурсивный алгоритм. Давайте начнем разберем рекурсивный алгоритм. Вычисляем для N числа Фибоначчи. Смотрим, если 0 или 1, то возвращаем 1. Иначе вычисляем от двух предыдущих. Этот алгоритм когда-нибудь закончится работать, потому что мы здесь уменьшаем N каждый раз в этом вызове. Но работать он будет очень долго для больших N. Для 1000 он будет работать. Ну, мы не дождемся. Тысячная числа Фибоначчи, он не дождемся. Эти алгоритмы. Я дальше объясню почему. Вроде там всего 1000 операций. Нет, 2000 операций. Смотрите, если вы вычисляете N-2, N-1 будет вычислять N-2 и N-3. N-2 будет вычислен 2 раза. N-3 будет вычислен 3 раза. N-4 будет вычислен 5 раз. N-5 будет вычислен 8 раз. N-катый будет вычислен за катое число Фибоначчи раз. Ну, дальше будет показано. Нерекурсивный алгоритм. Конечно, правильно было бы написать. Вычисляем первое, второе. Берем текущее и предыдущее. Складываем и получаем следующее. Делаем это до тех пор, пока счетчик не дойдет до числа N. Мы для этого вычисляем ФИТ, к текущему прибавляя предыдущее. А текущее нужно запомнить обязательно. Мы запоминаем ФИ-1 в темп. Обновляем текущее значение. То есть мы считаем ФИТ. И запоминаем ФИ-1 в эту специальную переменную прев. Есть ли какие-нибудь вопросы по коду? А что будет, если мы передадим сюда единицу? Вот сюда. Давайте посмотрим. Прев будет 1. Карл будет 1. Цикл не разный. А цикл не разный. И будет равно 2. Но перед первым вызовом И меньше или равно 1. 2 меньше или равно 1 даст false. И ни одной итерации не выходит. Спасибо, хороший вопрос. Сколько времени работает? Значит, рекурсивный алгоритм будет работать столько вызовов. У него будет количество вызовов. Например, для вычисления Фибоначчи 1 будет равно n-1 числу Фибоначчи. То есть количество вызов растет пропорционально самому числу Фибоначчи. И значит, сколько это времени? Есть такая формула длинная. Что n на числу Фибоначчи выражается через φ степени n минус φ степени минус n переведите на 2 φ минус 1. Где φ — это золотое сечение. А у вас рассказывали эту формулу? Нет. У всех по-разному. Ее доказать можно по индукции. Просто взяв представление для n минус 1 числа, для n минус 2, поставив n минус 1 и n минус 2, сложив, раскрыв скобки, чудесным образом окажется, что знаменатель у всех одинаковый, 2 минус 1, останется только сложить φ в n минус 1, с с минус φ минус n минус n плюс 1. То же самое с n минус 2. И при сложении окажется, что это будет равно n плюс 1 степени. n минус 2 степени. Это можно проверить. Там будет просто записано два квадратных уравнения. И φ является решением уравнения x квадрат плюс x минус 1 равно 0. Кажется так. И вот там примерно похожее уравнение записано. Здесь не написано, что φ – из 5 минус 1 и минус 1. Да, не написано. В любом случае время работы будет пропорционально φ от n, то есть не меньше, чем φ от n. Здесь написано O большое. О Омега. То есть ограничивается снизу кондициональной функцией. Это очень большое время работы. Объем дополнительной памяти O от n. Почему? Потому что она вызывается рекурсия. Вроде тогда в коде никаких выделений памяти нет. Но на самом деле выделение памяти выполняется непосредственно при вызове самой функции Фибоначчи. Она, когда мы говорим во время вызова, параметры этой функции кладутся в стэк. Это значит, это сходится в пунктной памяти. Если у вас будет… Если вы захотите выяснить миллионное число Фибоначчи, то у вас будет стэк вызовов миллион раз будет вызвана функция Фибоначчи из себя. И где-то на 250-тысячный вызов она скажет стэк оверфлоу. Потому что размер стэка 1 мегабайт на некоторых операционных системах вроде Windows. Фибоначчи просто выводится. Таких глубоких рекурсий писать не надо. А нерекурсивный алгоритм, он будет работать сколько? Здесь нужно сменить. Сколько времени он будет работать? Здесь константа, константа, константа. А здесь у нас идет цикл. В цикле n операций. Значит, n… Здесь, кстати, можно по-разному, разные вещи читать. Можно почитать, сколько операций. Операции бывают разные. Здесь у нас есть присваивание, есть сложение, есть переходы, есть проверки. Вот здесь проверка есть, выполняется. И обычно считают количество элементарных операций, то есть всех сразу. Потому что они отличаются друг от друга из константа количества раз. Можно отдельно считать умножение, отдельно сложение. Бывают такие алгоритмы, где это требуется делать. Но в нашем случае мы будем считать просто общее количество элементарных операций. Их количество пропорционально n. Поэтому время работы O n. Оно не больше, чем цена n. Но оно также не меньше, чем некоторая цена n, потому что цикл все-таки есть. Поэтому правильный ответ – θ n. Кстати, здесь не написано θ, но здесь реально θ. Объем дополнительной памяти O от единицы, потому что никакой дополнительной памяти не выделяется. А рекурсии нет от единицы. То есть константное количество памяти. Здесь тоже можно писать θ. Потому что, соответственно, она ограничена сверху некоторой константой, количество использования памяти дополнительной. Также она ограничена снизу. Потому что некоторые перемены L все-таки забудем. Обычно на это не обращают внимания. Давайте перейдем в следующую задачу. Проверить, является ли задное число простым. Как мы это будем делать? Можно брать это число и делить его на все, что можно. На все, что меньше его. На корни надо делить. Вот, правильно. А здесь и написано до корня. А, ну я не знаю, не считал числа. Правильно, надо делить до корня, потому что если мы… Почему? Потому что если дается такое число k больше корня, значит n будет представляться как… Если n делится на k, то значит n вносит k на некоторое частое. Если k оказалось больше, чем корень, значит r будет меньше, чем корень. Почему? Можно неравенство решить, да. Давайте если нас k больше, чем корень z, предположим, от противного, то r больше, чем корень z. Ну да, и n g больше, чем n. Как раз, вот, тогда… Значит, достаточно перебирать до корня. Значит, давайте напишем проверку частоты числа n. Если n равно 1, то false. У нас n и единица – это непростое число. И дальше начинаем от двойки проверять до тех пор, пока не дойдем до n. Здесь есть различные способы, как проверять до корня. Можно писать i меньше, чем корень z. Чтобы вычислить корень… Как вы думаете, как вычисляется корень? Вот есть функция sqrt, стандартная. Масс h. Число… Да, алгоритм. Есть какой-то итерационный алгоритм. Действительно, есть алгоритм. Но самое простое, что можно придумать – это просто ряд посчитать. То есть разложить корень. Корень – это произведение степени. Можно разложить в ряд и просуммировать его. Корень вычисляется, может быть, за константное, хоть и на константное время вычисляется. На 100-процессоре он, конечно, вычисляется достаточно быстро. Но все-таки больше, чем стандартные операции сложения и даже умножения. Поэтому можно корень не вычислять. Тем более, он будет double. А double нужно будет переводить к int. Нужно будет, то есть, минус единичку считать, чтобы на всякий случай не пропустить чего-то. А вдруг он там с поврежденностью какой-то существенной. Поэтому обычно пишут и квадратные чилибра на n. Это уже точно заведомо сработает, потому что здесь произведение целых чисел сравнивается с целым числом. Здесь железно не промахнетесь. Но при этом каждый раз выполняется умножение. Может быть, это неправильно. Может быть, следует не умножать, а действительно один раз вычислить корень. И там прибавится единичку, а график у нас найти наближайшее целое, которое ограничивается сверху. Если находится такое число i, которое делит n, мы берем остаток от деления и сравниваем его с 0, то зачем false? Почему нельзя написать n поделить на i равно 0? О, нет, неправильно сказал. Не равно. Не, не равно или тоже нельзя. Поделить. Мы делим n на i. Мы проверяем, что n делится на k. Я бы предложил и сказал, давайте выбирать остаток от деления. Как можно еще проверить, что число делится? Одно делится на другое. Результат какой-то целый. Да, а как проверить, что результат целый? Там мы int делим так. Когда вы делите 1 int на другой int. Результат получается int. Сначала домножить, а потом поделить. И если результаты одинаковые, то... Вначале, если берите, а потом домножить и раз. Ну, то есть сравнить, да, как раз. Да, да, да. Ну, так как у нас уже есть специальный оператор, который ищет остаток от деления, конечно, это проще. Время работает от корня из n, потому что у нас цикл выполняется в корень из n раз. А время планетной памяти от единиц. Но вот существуют алгоритмы, которые проверяют число на простоту за полинеральное время от логарифма. От логарифма можно было бы здесь написать... Есть такой алгоритм. Его изобретатели Агровала, Каяла... Я вот не знаю, Каял или Каяла. Если вы имените на протяжении, не знаю, как я это посчитал. Так есть такой тест. Его изобрели в 2002 году. И время его первоначальной работы составляло алгоритм, по-моему, в одиннадцатой степени. Ну, конечно, по сравнению с корнем, это гораздо лучше. Алгоритм гораздо лучше, чем корень. Он гораздо меньше. Но вот они со временем и линии Ами, а их последователи сделали улучшенную версию, которая работает за алгоритмом Куба. Симпатически. Так, давайте дальше пойдем. Дано просто число А, не обязательно целое. Это, на самом деле, не обязательно число. Надо возвести его в некоторое неотрицательное целое, то есть натуральное число n. В результате неотрицательное целое подразумевает, что можно еще в ноль возвести. Найти вот эту вот как раз степень. Тривиальный алгоритм. Можно их перемножить в n-1 раз в самое число А. Почему n-1? Потому что перемножение n-1 будет. Да, перемножение n-1. Правильно. Время работы такого алгоритма будет от n. Он от n-перемножения потребуется. Но можно сделать от водоритма. И вот какая идея. Будем пользоваться тем, что если нам требуется возвести в четвертую степень, то мы можем вначале получить 20 в квадрат, а потом полученное число перемножить опять же на себя, получим 14. Восьмую степень мы можем получить за 3 действия. 16-ю и за 4. В 1024 степень мы можем получить всего за 10 операций. То есть за алгоритм, двенечный алгоритм вот этого n. Для этого есть система двойки. Осталось подумать, что делать с теми степенями, которые не являются степенями двойки. Мы просто еще умножаем. Примножение степени суммируется. Так что мы выделяем все, что получается степень двойки, а на остальное умножаем. Да, на остальное умножаем. Именно так и делаем. Мы накапливаем степень двойки текущую, которая у нас есть, и мы домножаем результат из нее, если эта степень двойки присутствует в разложении числа. Понятная идея? Накапливаем степень двойки и домножаем на эту степень двойки тогда, когда эта степень присутствует в разложении числа n. n у нас расстабливается по степеням двойки, 0 к 1 в битике, и a в степени n мы как раз таким образом представляем. Как получить разложение числа? Как получить биты числа n? Здесь вот есть пример. Я не помню, не вижу все это число. Скорее всего, а. А, это l, да. То есть есть первая, третья, четвертая, седьмая степень двойки. Вот что предлагается. Чтобы понять, есть ли какая-то, есть ли какой-то битик в разложении, ну, есть битовая операция в си. Можно число сдвинуть на сколько позиций. Вот пример от этого числа n. Мы его сдвинули на 3, позиции вправо. Есть такая операция сдвигалась. И посмотрели. А как посмотреть последний битик этого числа 1 или 0? Логическое или сложить с единичком. Логическое или сложить с единичком. Логическое или. По логическому углу. По логическому углу. И. Все-таки. И. То есть если или с единичкой, то тогда будет единичка. Правильно. Если результат равен предыдущему, то это да, или там есть единичка. А, сравнить с предыдущим. Ну да. Да. Да, можно. Но обычно делают логическое и сравним с нулем. Можно. Просто чтобы не использовать два раза одну и ту же переменную. Вот чтобы понять, есть ли единичка в конце, можно взять логическое операцию и с единичкой и проверить, будет ли ответ равен нулю. То есть если один есть здесь, то логическое и с единичкой даст единичку. А если нет, если здесь ноль, то логическое и с единичкой. Все предыдущие обнулит. И еду тоже. Так, если здесь ноль, тогда здесь тоже будет ноль. Эту единичку... Ну не, ну можно просто взять остаток от деления одного. Удобно. Просто с битовыми операциями они рановят немножко побыстрее, да. Так вот, если у нас это следующий битик единичка, то мы будем умножать. А потом вот это число n, мы можем... Вот эту единичку уже поиспользовали, поняли, да? И тогда мы можем итеративно отбросить и смотреть на следующую. Текущую степень числа a. Еще раз возвести в квадрат и смотреть, нужно ли этот результат домножать или не нужно. На очередную степень двойки. Если единичка есть, то нужно домножать. Если не нужно, то не будем домножать. А проверять нужно или не нужно будем, каждый раз сдвигая число на один бит. То есть отрезая последнюю цифру. Вот так дальше будут алгоритмы. Так, это опять же тавтология. Как извлекать очередной бит из n. Будем делить n пополам и смотреть на последний бит. Ну вот здесь как раз предлагается не пользоваться битыми операциями, потому что ты их далеко не все не знаешь. Брать процент 2. А кто-нибудь пользовался когда-нибудь битыми операциями? Можете поднять руки? Все, я сейчас этот слайд переделаю и будет битыми операциями. А то видите, у меня здесь n делить на 2, а можно славить им ничку. А здесь просто с битыми операцией i. Она будет немножко быстрее работать. Итак, что мы делаем? Мы будем накапливать результат. Изначально он равен 1, и если n равно 0, то он так и останется, равен 1, и здесь вернется. То есть при n равно 0, ответ правильный. При n не равных 0, что мы будем делать? Мы будем накапливать, обновлять текущий квадрат, текущую a в степени 2. А в степени 2. Мы его домножили, мы его всегда домножаем в цикле. И если есть последний битик равен 1, то мы результат домножаем на эту степень 2. А если нет, то ничего не делаем. Дальше мы обрезаем последнюю цифру, то есть n делим пополам. Сколько у нас времени будет работать? Количество итераций цикла равно столько, сколько пока можно n делить пополам. То есть количество итераций – это та степень двойки максимальная, которая присутствует в n. То есть алгоритм n – количество итераций цикла. Каждая итерация требует ограниченное количество операций, поэтому общее время работы от логарифм n. А объем дополнительной памяти от единицы, ни что мы дополнительно не аллокируем, у нас все фиксируем. Этот алгоритм хорошо использовать тогда, когда a какие-то действуют на примере w, но a может быть произвольным элементом, который может позволять умножать, например, с матрицами. С матрицами это существенно. Операция умножения в матрице занимает время… Сколько? 5? Правильно. Вот. Поэтому, если вам хочется возвести степень, то, конечно, матрицы нужно перемножать таким образом. Возвращаемое значение на w. А, здесь, да? Ага. Спасибо. Спасибо. Это уже оправдается. Ну, это будет себе законно. Спасибо. Массивы. Теперь мы часто рассмотрим простые алгоритмы массива в кимлайн. Это массив, как набор однотипных компонентов, элементов, которые сейчас появятся непосредственно друг за другом, доступ к которому осуществляется по индексу. Ключевой момент в том, что вы можете к любому элементу получить доступ за константное время, то есть моментально получить доступ к любому элементу, зная его номер. Размерность массива – это количество индексов не пойдет в однозначный доступ к элементу массива. То есть массивы бывают многомерные, но мы их не будем рассматривать. Нам будут интересны только одномерные массивы. А, и нумерацию мы начинаем с нуля. Все. Можно передавать массивы следующим образом. Можно передать указатель на начало массива и количество элементов. Если вы не хотите массив менять, то можно передавать константный указатель, чтобы элементы массива нельзя было менять. Кто знает, что будет, если я вот здесь напишу конст, еще вот здесь напишу. Конст, ин, звездочка, конст, эррор. По-моему, нельзя будет указатель менять. Да, нельзя будет сама менять, сам указатель. А можно будет каст, конечно. Каст? Каст можно выбрать. Каст, каст всегда можно сделать. Да. Так, задача. А, линейный поиск. Простой линейный поиск. Проверяем, проверяем, есть ли заданный элемент в массиве. В последовательности выбираем все элементы, пока не найдем заданный элемент, или пока не закончится массив. В худшем случае время работы от n, а если мы находим элемент сразу, и нам сразу требуется его вернуть, то он будет от единицы. Пример еще массивов, когда у вас массив символов. Это строка. И для строки, с лишним строк, у них последний символ всегда равен нулю. То есть, делая специально дополнительный символ, это удобно для того, чтобы передавать функцию, чтобы функцию передать строчку произвольной длины, можно передать указателю на начало строки, и не обязательно передавать размер этой строки, длину этой строки, потому что эта строка закончится там, где стоит ноль. Если предполагать, то количество параметров будет меньше. Вот способы передачи строки. Можно передать не константную строку, то есть строчку можно будет менять, можно будет константную строчку, строчку нельзя менять. При этом сами указатели здесь могут быть. И вот VHR tag. Кто знает, что такое VHR tag? — Бываетный символ VHR tag. — Да, бываетный символ VHR tag. — У нас, значит, какой-то ватный символ VHR tag. То в какой кодировке будут эти символы? — Unicode. — А что такое кодировка Unicode? — Наски. Unicode — это, на самом деле, не кодировка. Unicode — это стандарт отображения символов, просто начертания символов в числах. И символов, на самом деле, очень много. Их не 2 в 16-й. Их гораздо больше. Есть кодировки UTF-8, UTF-16, UTF-32, которые отображают весь диапазон символов в специальные значения. Для UTF-8, например, есть кодировки, которые не все символы отображают, а скишные кодировки. Windows 1251. Она отображает английские и русские символы, но китайских, конечно, в ней нет. Во всем Unicode, конечно, китайские есть. И традиционный, и нетрадиционный. Точнее, нетрадиционный. Много символов там находится. Их больше, чем 2 в 16. То есть даже больше, чем можно заиндексировать в HRT. Но на самом деле в кодировке UTF-16 передаются строчки. Но так как чаще всего используются символы из стандартных наборов, которые можно закодировать, которые в UTF-16 кодируются 2-байтными символами, то один HRT как раз будет отрезать на один символ. Это очень удобно. Если у вас UTF-8, то у вас набор байт, и каждый символ вы либо одним байт анкодируете, либо двумя подряд, либо тремя. Либо четырьмя, либо даже больше. В UTF-8 это можно в стандарте поискать и посмотреть. UTF-8, UTF-16 и UTF-32 анкодируют весь диапазон уникодных символов в конкретные наборы байт. И как определить, если у вас очередной байт появляется, UTF-8, чтобы понять, что этот байт зовет целый символ, он определяется по первому биту. Если первый бит нулевой, то значит, его код от 0 до 127 как раз, скорее всего, английская буква или какой-то служебный символ. А если первый бит единичка, а потом идет нолик, то значит, нужно этот байт прочитать и следующий. Тогда вместе они сформируют целый символ. UTF-8 — это такой способ сжатия уникодных символов, которые английские символы кодируют однобайтными, по одному байту, а русские кодируют двубайтными. А, это, собственно, поиск линейный. Почему-то здесь надо было поменять местами, но линейный поиск есть. Мы ищем элемент в массиве array, в котором каунт элементов, ищем элемент. — Кстати, в чем отличие UTF-8 от UTF-16, примерно? — В UTF-16 английские символы тоже кодируют двубайтными символами. — Это удобно, потому что у вас каждый символ, почти каждый символ в строке занимает ровно два байта. Вы можете взять всю длину строки, разделить ее надо и получить количество символов. — 32, тогда UTF-32. — UTF-32 очень редко используется. Но не знаю, для чего. Может быть, для таких строк, в которых требуется много символов, которые в расширенном диапазоне лежат. — Все-таки, как раз я буду. — Да-да. — Я не знаю. Значит, код поиска элемента. Массив константный, потому что он не изменяется. В нем только выполняется поиск. Элементы в нем менять нельзя, но это не требуется, потому что они используются только для сравнения. Триггеримся по циклу от нуля до count. Если элемент нашли, то возвращаем true, а иначе false. Задача... Значит, это что мы проверили? Это мы проверили просто true или false, есть или нет элемент. А можно также проверить, вернуть его позицию. Если требуется вернуть позицию первого элемента, равного исковому, то мы можем функции... Почему я здесь так все подробно расписал? В общем, то же самое, но только возвращает позицию. Если элемент нашелся, то возвращаем его индекс. Если не нашелся, то возвращаем минус единица. Такой более-менее стандартный способ кузской позиции. Потому что все элементы, когда делаются от нуля до н, можно сделать int max, int min, минус 1, стандартный n. Здесь важно, что возвращается именно int. Можно описать так, что индексы в массиве, это не int, это size t. Если вы рассмотрите массивы в вектор, например, в стандартной древтеке, то там size возвращается с помощью типа size t, который является unsigned int, беззнакомым целым числом. Поэтому приходится, чтобы либо делать касты, либо итерировать i, чтобы был on-line, беззнаковый. А если он беззнаковый, то здесь тоже возвращается i, беззнаковый. Но если хочется возвращать минус единичку знаковую, то есть возникает проблема. Нужно тогда здесь кастить. Ну, так как на код это не повлияет, потому что этот каст выполняется мгновенно. То есть в реальности линейкого каста происходит только для компиляции требуется в данном случае. Но всё равно некомфортно жить с электром таким. Найти максимальный элемент в массиве. Найти его значения. Такая задачка. Проверяем все элементы и запоминаем текущее значение максимума. Время работы тоже от m. Причём не просто от m, а от m, а от m. Потому что нам нужно проверить все реально элементы. Вот как это делается. Вначале запоминаем текущие максимумы. В качестве него возьмём array 0. Да, кстати, здесь хорошо бы, чтобы количество элементов было больше нуля. Если их количество элементов в массиве 0, то максимума нет. Нужно отдельно оговорить, что эта функция должна делать. Можно, например, потребовать, чтобы она привела на вход в себя только не пустые массивы. Если она будет принимать не пустые массивы, то она могла бы внутри позволить себе проверку отсерва. Если эта проверка не выполнится, то она может бросить исключение, например. То будет бросено исключение. И тот, кто вызывает эту функцию, должен понимать, что раз он её вызывает, то он должен где-то поставить снаружи блоки try-catch для нового этого исключения. Ну вот, поискали. Перебираем все элементы. Если очередной элемент оказался больше максимального среди всех предыдущих, то мы обновляем этот самый текущий максимум. В конце мы его возвращаем. Террируемся здесь от единички. Потому что нулевой уже записан в каждом максимуме. Собственно, именно эта проверка требуется. Мы не сможем обратиться к нулевому элементу, если у нас массив будет пустой. То, что count больше нуля, это ещё не значит, что массив так полный. В принципе. Да. Но если пользователь сознателен, тогда может быть. Если пользователь сознателен, да. То есть он может начать нулевой указатель сюда передать. Поэтому тоже надо проверить, что R не равен элементу. А может единичку в качестве указателя передать? Ну вот тут, это уже вопрос. Дотошности или... Можно писать много проверок. Так. Дальше. Биг поиск. Нашли наконец-то бинарного поиска. Сейчас посмотрю. А, ну, кстати, уже осталось. Ты как существует, знаешь? Кстати, давай теперь... Я думаю, что через... 15-20 мы закончим. Значит, упорядоченный по возрастанию массив. Если у нас есть, то можно... Или упорядоченный по убыванию. И вот опять здесь лишнее. Определение, которое будет понятно всем. Порядочный массив или убывающий. Или по убыванию. Так. Задача. Проверить, есть ли заданный элемент в упорядочном массиве. Если есть, вернуть позицию. Если нет, вернуть минус один. Что мы можем делать? Если у нас массив порядочный, то можно не перебирать все элементы. Мы можем взять массив... Рассмотреть массив в следующем углу. Взять центральный элемент, посмотреть, он больше или меньше искомого. Если он меньше искомого, то надо смотреть в правой части, если массив возрастающий. Если он больше, то в левой части. Если он равен, то нашли. Вот у меня здесь два алгоритма. Первый алгоритм — рекурсивный, второй — нерекурсивный. Вообще, бенпоиск... Олимпиадники пишут его наизусть, потому что... Ну, чаще пишут наизусть. Потому что разобраться с яичками в этом алгоритме — это самое сложное, что в нем есть. Нужно... Ну, вот в этом решении, в function-finding session point, предполагается, что массив array рассматривается на отрезке от first до last. First включается, last не включается. Это удобно при передаче вот сюда, в рекурсивные вызовы. Что он делает? Если расстояние между ними равно единице, то есть так как class не включается, а first включается, значит это, допустим, 5-6. Значит, под массив, на котором требуется найти элемент, состоит из одного элемента. Достаточно проверить сам этот элемент. И так как эта функция, она немножко больше, чем бенпоиск, она ищет позицию вставки элемента на отрезке. Эта функция полезна тогда, когда требуется одновременно их поискать и найти место, куда можно было бы вставить, чтобы массив остался упорядочен. Эта функция find session point, она всегда работает, она всегда возвращает значение от нуля до count. Включительно, потому что можно вставить до первого и после последнего, но никогда не возвращает минус один, потому что всегда найдется место вставки упорядоченный массив. Она лишь может, кстати, проверить, что... Ну, на связи здесь она не проверяет, но можно было бы проверять, что элемент в середине меньше, чем элемент в конце и больше, чем элемент в начале. Чтобы проверить упорядоченный, потому что если массив непорядоченный, то, естественно, функция отработает с ошибками. Но здесь нет этих проверок. Здесь просто одно сравнение. Когда массив состоит из одного элемента, если этот элемент, этот вот элемент, который в массиве лежит, если он больше выбираем из искового элемента, то мы говорим, что позиция вставки пусть будет равна first. То есть до него нужно вставлять, иначе вставлять после него. Дальше мы делим массив пополам, смотрим индекс, который указывает на серединку этого массива. Если в серединке лежит массив, который больше либо равен исковому элементу, то мы начинаем искать слева, от first до mit. А если больше, то от mit до last. Вот так как mit мы здесь уже просмотрели, и элемент у нас тоже строго меньше либо равен, то этот mit в рассмотрении включаться не будет. Будет включаться от first до mit. Mit не включительно. А здесь включительно. Ну, кстати, можно было написать mit plus 1. Можно было написать mit plus 1, а работало бы чуть быстрее. Можно было? Да, можно было. Заметим, что так как диапазон от first до last на момент этой проверки, то есть при вызове любой из этих функций, он больше либо по длине, они отличаются больше либо равно, чем на 2, поэтому first минус last полам, то есть mit, не равен ни first, ни last. То есть функции finding session point будут вызваны другими параметрами, нежели исходные параметры. То есть зацикливания бесконечной рекурсии не будет. Это обязательно надо проверять, когда вы пишете рекурсию, что параметры будут обязательно меняться. Например, если вы будете писать, многие знают про flexor, там есть функция partition, она разделяет два массива на подмассивы, находится элемент опорный и слева меньше, справа больше либо равны его. Нужно весь массив разделить на две части для flexor. Но там тоже важно плюс минус единички учитывать. Но в этом Георгий расскажет. Как устроен сам ленарный поиск? Чтобы найти элемент в опоряженном массиве, если он есть, то можно взять эту функцию finding session point, она рекурсивно вызовется, отработает, найдет точку вставки, куда можно было поставить данный элемент. Это будет элемент, который больше либо равен искомому, поэтому его достаточно одного и проверить. если указано, что мы должны вставать, если позиция вставки больше дано n, то значит вставлять нечего. Или если текущий элемент не равен указанный элемент, найденный в позиции вставки, следующий за ней элемент, то есть array point, если он не равен элементу, тогда тоже надо возвращать на синицу, и элемент не был найден. Иначе возвращать не был. Вопросы есть? А если мы вызываем функцию с одним элементом? То есть у нас first last будет равен... Нет, last будет равен единице. Здесь специально вызывается от каунта. То есть ноль, каунт, каунт не включительно. Мы рассматриваем на полуинтервале. Есть два подхода к бинарному поиску. Дальше будет алгоритм второй, вторая реализация. Без рекурсий. Здесь last тоже не учитывается. Но можно было бы и учитывать. Тогда бы здесь везде first-минус единички были бы другие. Если last учитывается, то meet будет... Нет. Если у вас массив состоит из двух элементов, надо meet прибавлять единичку, скорее всего. Потому что, если у вас есть first — это ноль, last — это один, массив из двух элементов, то их полусумма равна нулю, равна first-у, то есть первому. И может случиться так, что нужно вызывать от meet плюс один. Вот несколько раз meet плюс один вызывает... Ну, в общем, это надо внимательно будет посмотреть. Здесь тоже вызывается meet плюс один. Здесь отличие от meet плюс один. А здесь... Значит, если нужно левую часть рассматривать, то она рассматривается до meet не включительно. А если правую, то от meet плюс один до конца. Значит, мы прошлись. Пока first и last... First и last каждый раз обновлялись. Приближались друг к другу обязательно. Потому что meet... Когда last обновляется в meet, meet не может равняться last. А когда first обновляется в meet плюс один, он тоже не может равняться first. Поэтому циклами закончится. First растет в meet. Last не бывает. И случится следующее. Либо first будет указывать на count. Либо, если он не указывает на count, то он будет указывать на некоторый элемент, который может быть равен текущему. То есть это first и last будут совпадать и указывать как раз на ту точку вставки, которая была у нас в предыдущем алгоритме. Поэтому-то я про него и рассказывал. Ray first будет указывать на точку вставки на предыдущем алгоритме. То есть все элементы слева от first, они строго меньше, чем элемент, а справа больше либо равных. Время работы. От логарифм, где n количество элементов в массиве. Объем дополнительной памяти в ней рекурсивном логарифм не от единицы, а в рекурсивном — от логарифм. Так как исполняются рекурсивные вызовы, функция вызывает друг друга, в стек кладутся их параметры, и максимальная номинар рекурсии — это от логарифма m. Поэтому и память требуется от логарифма m. А, что я сегодня буду рассказывать? Пребольшое я не знаю, чтобы не забыть. Что делись понятия, на самом деле. Был небольшой обзор алгоритм. Потом делись понятия нотаций u, t и ω. И разобрались алгоритмы. С ними была наша самая подача. Проверяем к самому тесту. Быстрое вызвание в степень. И работать с массивами. Поиск максимума. Вопросы есть? А можно вопрос насчет от логарифма n? Вот там основание куда делось? Это логарифм двойки, но на самом деле основание неважно. Потому что один логарифм от одного основания отличается от другого логарифма. Но по другому основанию это на станку раз. Понятно. Спасибо. Всё. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова